ты красавчик конечно в этом плане я уверен что так и будет я уверен что победы придут за счет работы все хорошо я имею ввиду самодача на площадке это определенная их привет а что это илья каблуков вчера не играл за ска но зато этой ночью александр овечкин снова не забил его сухая серия достигла 5 матчей кроме того он заработал показатель полезности минус один вот что такое психологический барьер наконец мы дожили до того момента когда главный момент дня в кхл проходит в нижнекамске и там александр гулявцев показал себя амур приехал в нижнекамск и взял два очка у своего прямого конкурента забросив 5 шайб хотя весь год у игроков хабаровского клуба были проблемы с реализацией не буду разбирать игру команды при гулявцеве но тренер четко понимая что у него никогда не будет исполнители высокого уровня старается все упростить и это правильно секрет успеха в другом и он простой что в северстале что в хабаровске гулявцев умеет создать внутри команды обстановку когда каждый хоккеист понимает какая у него роль у нас кхл всего два таких тренера гулявцев и мартимьянов возможно есть подобное у заварухина но я еще недостаточно знаком с его методами так вот такие отношения с игроками приводят тому что те спокойно переживают длительные задержки зарплаты как в хабаровске или то что у них маленькие по сравнению с другими клубами доходы как было в северстале всему этому гулявцев научился в перми а за пять лет работы в молоте в вхл были разные ситуации в понедельник амур сделал невозможное и имеет шансы пасть полов йокерит обеспечил себе место в первой четверки сделал это красиво он обыграл ближайшего соседа по таблице динамо москва 5-0 что-то не работают баллоны у крикунова только за 11 дней до конца регулярного чемпионата самый непонятный клуб лиги забронировал себе место в плей-офф салават юлаев с таким бюджетом и с таким подбором игроков еще пару недель назад барахтался на грани восьмерки не было сомнений что уфимцы сыграют во втором этапе так как слишком уж сильные хоккеисты выступают во всех линиях беда уфимского клуба в том что слишком эта команда зависит от погоды атмосферного давления скорости направления ветра и гороскопа то есть никто не знает что будет на льду в тот или иной момент традиционно в башкирии идет борьба за власть в клубе и сейчас она в самом разгаре из-за этого уверенность сохраняет свое место на скамейке цулыгин уволить человека который не контролирует хоккеистов это взять на себя ответственность но при этом слишком большой риск потерять все если у нового не получится зато никто не может предсказать как салават юлаев сыграет в плей-офф ни один специалист ни один эксперт не даст аргументированного прогноза панин может получить дисквалификацию на ровном месте хартиканин способен забросить несколько невероятных шайб может удалиться в ключевой момент про уморка вообще ничего не понятно ясно только одно все игры салавата юлаева в плов нужно смотреть там скучно не будет юсу пустинин из сибири проведет в новосибирске и следующий сезон для каких-то легионеров бонус заключается в этом и последнее президент узбекистана подарил советским ветеранам по квартире в ташкенте среди тех кто получил награду валерий каменский пока хума не в кхл ладно но ведь он попадет туда а каменский глава из дк все это странно до свидания команда играла одну пятерку всегда легко закрыть мы пытаемся построить две пятерки чтобы и те могли играть и эти могли играть то есть посмотрим что это будет вернуть всегда можно